Дорожные права Другие новости будем обсуждать сейчас, но сначала опросы от наших корреспондентов спросили у водителей, сколько штрафов получили в этом году. Вот что отвечали. Сейчас еще два на отмене. Я всегда стараюсь вовремя оплачивать, если есть штрафы. Так, по-моему, если не ошибаюсь, за год у меня три, по-моему, было штрафов. Я вот с этим как бы не совсем согласен. На одном участке дороги стоят несколько камер и получается, грубо говоря, за одно нарушение несколько штрафов идет. Штрафов у нас было, наверное, за год штук 10 за превышение скорости. Ну, такие вот, знаете, два-три километра превышения. Как бы я, конечно, не согласен, потому что по такой дороге, которую построили Таврида, и ехать 90 километров, там, 109, да, как бы, ну, не очень комфортно. Ну, охота все равно на газ нажать. Сколько штрафов вы получили за последний год? Два-три. В основном это превышение скорости, ну, незначительное на камеры. Стараюсь не нарушать, просто в некоторых ситуациях камеры, ну, установлены для того, чтобы собирать штрафы, а не предупреждать нарушение. У меня за 20 лет вождения вообще нет ни одного штрафа. Было нарушение в этом году, выезд за сплошную территорию, ой, выезд за сплошную линию. Мы предупредили и отпустили из-за того, что нет ни одного штрафа. Сказали, не будем пачкать биографию. Ждем ваши звонки и сообщения. Есть ли у вас штрафы, считаете ли вы их справедливыми? Ну, и самое главное, как вы считаете, как нужно ужесточать или что делать с теми водителями, которые при наличии большого количества штрафов продолжают садиться за руль и подчас представляют серьезную угрозу для других участников движения? У нас на связи Петр Шкуматов, член общественного совета при ГУМ и МВД России по городу Москве. Здравствуйте. Добрый день. Да, Петр, вы как считаете, вот такая инициатива с заморозкой, как минимум, водительского удостоверения, что может принести? Поможет ли? Я думаю, что эта инициатива не поможет, потому что у нас довольно много проблем с штрафами с камер фиксации нарушений. Это вызывает очень большие споры у водителей, довольно много штрафов оспаривается. Но самое главное, часть этих штрафов приходит тем людям, у которых даже, в принципе, никогда не было водительского удостоверения. Ну, то есть, грубо говоря, машиной владеет, ну, допустим, бабушка. Бабушка владеет автомобилем, у нее не было водительского удостоверения, кого лишать. Или, например, владеет автомобилем юридическое лицо, кого лишать. То есть, здесь очень много проблем. То есть, получается, что одних будут лишать или приостанавливать действия водительского удостоверения, а других не будут. Почему? И вот эти вопросы, они не имеют ответа, поэтому инициатива депутатов, она, конечно, я думаю, что непроходная. И вряд ли кто-то ее будет рассматривать всерьез. Хорошо, Петр, понятно, что очень много вопросов к таким автоматическим штрафам, которые прилетают с камер. Тем не менее, вот что ни громкая авария какая-нибудь в городе, начинают разбираться и понимают, что участники этой аварии, как правило, водитель, у которого там тысяча штрафов неоплаченных, он продолжает ездить. Очевидно, что ездит не по правилам и вообще чихать-то не хотел. Вот с такими что делать? Ну, давайте все-таки я вас немного поправлю. Оплаченных штрафов. То есть, тысяча оплаченных штрафов. И вот здесь как раз этот водитель, про которого, ну, наверное, и несколько дней назад говорили, и говорили месяц назад, и год назад, в общем, это мы постоянно слышим. Водители, которые получают тысячу, две тысячи, десять тысяч штрафов каждый год, в общем-то, их исправно оплачивают. И они под эту норму, которую предложил депутат, вообще не попадают. Петр, помните Мару Багдасарян? Да, конечно. И как она каталась так прям лихо по столице, да? У нее там, по-моему, свыше трехсот штрафов было, в том числе неоплаченных на миллион рублей. Это не мешало ей кататься и снимать. Ну, я скажу, что сейчас практически все нарушители, вот такие систематические нарушители, штрафы оплачивают. Но тут возникает вопрос. А вообще, почему люди, у которых тысяча нарушений правил дорожного движения за год, зафиксированных, надежно вступивших в силу, не оспоренных этими водителями, оплаченных, то есть они признали нарушение, почему эти водители до сих пор продолжают ездить по дорогам. И вот здесь, на самом деле, стоит лучше вернуться к инициативе ОНФ, давности, наверное, где-то два года, когда мы предлагали для водителей, у которых очень много штрафов, то есть это не касается практически ни одного нормального человека, ну, то есть сотни штрафов, может быть, тысячи штрафов, использовать все-таки прогрессивную шкалу наказания, то есть увеличивать после какого-то, там, допустим, 500 штрафа, там, 501 штраф уже, чтобы он был, допустим, по максимальной шкале 5000 рублей. Вот в этом случае человек, даже владелец, допустим, Mercedes-AMG, то есть автомобиля, который стоит уже под 10 миллионов рублей, он все равно задумается, потому что платить такие штрафы за вот эти систематические нарушения, ну, в общем, наверное, никому даже из очень богатых людей не будет комфортно. Мне кажется, эта идея более жизнеспособна, и она как раз приведет к тому, что люди, которые систематически и много нарушают правила дорожного движения, задумаются, что это делать не нужно. Да, вот несколько сообщений, которые за время нашей беседы пришли от наших телезрителей. Татарстан однозначно лишать надо за пьянку, Ивановская область лишать прав за регулярное превышение скорости, потому что это потенциальный убийца или, в лучшем случае, самоубийца, город Иваново. Вот что касается к размеру штрафов, у многих есть вопросы, какие-то они слишком мягкие у нас. Как вы считаете, размер влияет на дисциплину на дороге или нет, или что-то другое должно влиять? Ну, как сказал один из участников вашего уличного опроса, очень много штрафов выписываются такими сериями. То есть человек едет, ну, допустим, 83 км в час и попадает под действие сразу 3-4-5 камер и получает таким образом сразу много штрафов. То есть сейчас от какого-то социального недовольства в этом отношении, ну, наверное, вот тот размер штрафа, который есть, он спасает. Но без какого-то серьезного изменения подхода к системе фото-видео фиксации нарушений, когда у нас уже около 200 миллионов нарушений фиксируются каждый год, будет еще больше. Я думаю, что какие-то коррективы именно в плане штрафов вносить не стоит. Но стоит работать вот с этими данными, с этой информацией, которая получается с камер, и систематических нарушителей, то есть людей, которые совершают нарушение правил дорожного движения сотни или тысячи раз в год, для них, ну, мне кажется, вполне допустимо вносить какие-то изменения, в том числе и в плане размера штрафов, потому что именно эти водители, они наиболее опасны на дороге. Я думаю, что каждый водитель видел таких и видит неоднократно. Поэтому, мне кажется, вот эта небольшая группа автомобилистов, конечно, заслуживает отдельного особого подхода. А она действительно небольшая? Как вам кажется, вот сейчас, что происходит с дисциплиной, с манерой вождения на дорогах? Да, это очень небольшая группа водителей. Дело в том, что недавно, ну, как недавно, около года назад, ГИБДД как раз останавливало таких водителей, у которых больше тысячи штрафов, и их оказалось что-то на Москву, что-то чуть более одной тысячи человек. При том, что эти водители действительно очень активно, очень агрессивно ездят, очень быстро ездят, и, конечно же, каждый такой, ну, скажем, нормальный, среднестатистический водитель, вот этих вот водителей-агрессоров видят, ну, наверное, каждый день. То есть, кажется, что их много, но на самом деле, за счет того, что они так ездят постоянно и систематически, они просто попадаются на глаза очень большому числу обычных, нормальных водителей. И, конечно же, когда узнаешь, что их несколько тысяч на весь город, это, конечно, удивляет, но это вот статистический факт. Понятно. Слушаем телезрителей вместе. Вопрос или мнение? Что делать со злостными нарушителями на дорогах, как вы считаете? Олег Татарстан. Олег, здравствуйте. Добрый день. Да, слушаем вас. У меня такой вопрос к вам. Я имею права с 1972 года. Так. Стаж очень большой. Военный пенсионер. Ну, езжу немножко маловато, но все-таки езжу. И вот мне раньше я стоял на автоплатеже с ГАИ. Ну, бывает там, где-то дед нарушил что-то там. А сейчас почему-то его убрали. И раньше было, вообще не смотришь, ГАИ там, сколько штрафов должен. Пришел, блин, а, елки, что-то я там нарушил. Ну, забрали, забрали. И было легче как-то. Было 50%. Да, 50% было раньше. А сейчас надо, значит, смотреть в штрафы ГАИ. Как это вот, ребята, ну, 73-й год, я пока пальцами нажму, это ГАИ. Да я и забываю, что мне там надо нажать. Я езжу маловато. Ну, бывает там что-то я так это нарушил скорость, как всегда. Вот. Вот такой вопрос. Нельзя ли опять вернуть автоплатежи по ГАИ? Да, понятный вопрос. Олег, спасибо. Петр, разделяете точку зрения? Ну, слушайте, я хочу сказать, что ГИБДД никогда такого автоплатежа не делало, насколько мне известно. Это делали банки, которые автоматически проверяют штрафы. Вводишь СТС, вводишь номер водительского удостоверения, фамилии, имя, отчество. И далее банковская информационная система проверяет, есть ли у тебя штрафы или нет. И там можно было, да, действительно, и, кстати, до сих пор можно настроить автоплатеж. Но я так понимаю, что у уважаемого зрителя сбился этот автоплатеж, поэтому ему нужно обратиться все-таки в его банк, который эту услугу оказывает. Я уверен, что ему там помогут. Понятно, да. Петр, вот такой еще вопрос. Возвращаясь к дисциплине на дорогах, вы говорите, что действительно таких людей, которые прямо злостные нарушители, их единицы, все-таки растет вежливость, что ли, на дорогах, или, не знаю, благоразумие, просто желание как-то выжить, проехав от дома до работы и обратно. Но, возможно, да, так можно сказать, например, про Москву, здесь все-таки много камер, возможно, это как-то дисциплинирует и влияет. Но в силу нашей профессии мы много колесим по стране. И вот в регионах, не во всех, но во многих, такая особенность, во-первых, считается чуть ли не, уж простите за жаргон, западло, использовать ремень безопасности. Буквально даже вот в такси заглушка стоит, то есть, когда ты пытаешься что-то там как-то вот подключиться, да, там, обезопасить себя, это вызывает даже, ну, не то что удивление, а даже обиду, мол, в смысле, нормально вожу, какие проблемы, нормально доедем. Это первое. Второе, несмотря на то, что нет, конечно, такого количества пробок, как в мегаполисах, несмотря на то, что относительно небольшие расстояния, все-таки, в городах поменьше, это вот просто Формула-1 на дорогах со свистом, такой рывок со светофора, шашечки и вот это все. Кажется, как будто у людей просто по 7-9 жизней, я не знаю сколько. Можем ли мы при этом говорить, что вот мы как-то вот стали лучше на дорогах? Или это все-таки по-прежнему про 1-2 города в стране? Ну, вы знаете, я в прошлом году лично проехал 30 тысяч километров по нашей стране из Москвы до Мурманска, из Мурманска до Магадана, из Магадана во Владивосток, ну, из Владивостока дальше. То есть я проехал все те самые города, про которые вы говорите. И я могу точно сказать, что с 2005 года, а именно тогда я начал путешествовать по нашей стране, очень сильно все поменялось. И во многих городах, на удивление, водят автомобиль лучше и спокойнее, чем в Москве. Ну, вот, например, меня очень удивило спокойное движение в Барнауле. Казалось бы, да, Барнаул. Но, тем не менее, там люди водят машину очень аккуратно и спокойно. Хотя я ожидал увидеть чего-то вот того, о чем вы рассказали. Или, например, Новосибирск. Движение в Новосибирске, оно, конечно, такое бардачное, извините за тот же сленг. Но, тем не менее, оно очень такое спокойное и никакой опасности для окружающих, для самих автомобилистов тоже не представляет. Статистика это подтверждает. Поэтому я могу сказать, что вот мои личные наблюдения, это не какая-то, ну, это я не в интернете прочитал, это именно я видел своими глазами, говорит о том, что мы, жители России, стали управлять автомобилем гораздо спокойнее, гораздо лучше по сравнению с 90-ми, 2000-ми годами. И гораздо ответственнее. Поэтому у нас действительно происходит какое-то улучшение, улучшение именно культуры вождения. Нельзя сказать, что некуда стремиться. Конечно, идеал недостепенно. Да, и в этой связи короткая ремарка, Петр, простите, что перебиваю, вы назвали отличников, а я тогда двоечников назову. Вот я, честно, вжималась просто в сидение пассажирское во Владикавказе и в Воронеже. Вот прям правда. Да, слушайте, вот у нас, если посмотреть на, вот, скажем так, на двоечников, то это, да, действительно, это Северный Кавказ. Да, действительно, там водят очень дерзко до сих пор. И там практически ничего не меняется из года в год. То есть там это считается таким нормальным, допустимым стилем вождения. А вот Воронеж, кстати, тоже по моим личным наблюдениям, стал гораздо спокойнее, нежели чем он был. Ну, то есть, да, там еще есть куда стремиться. Вообще, в целом, на юге водят более дерзко, нежели чем на севере или на Дальнем Востоке. То есть тот же самый Краснодарский край или Ставропольский край, Ставропольский, прошу прощения, там, конечно, все довольно-таки необычно, ну, то есть более динамично, скажем так, нежели чем в той же самой Москве. Но я опять же подчеркну, что везде происходят изменения к лучшему. Где-то медленнее, где-то быстрее. Ну, да, есть регионы отстающие в этом смысле, я их уже назвал. Но есть и вообще в целом вся наша большая страна, которая действительно меняется к лучшему. И это, в общем-то, нельзя отрицать. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. У нас сейчас на связи Виктор из Свердловской области. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Я бы вот хотел поделиться своими впечатлениями. У меня стаж более 40 лет. Так. И раньше было проще. Были талоны предупреждения, делались проколы. Если ты в течение года нарушил одно и то же нарушение, допустим, превысил скорость трижды, три прокола, тебя посылали на пересдачу правил вождения обязательно. Вот я считаю, что сейчас, потому что сейчас наши автошколы, ну, практически не учат. Вот я автомобилист, вот таким большим стажем, поворот правый уже практически никто не поворачивает. Они просто не знают, выпускники. Так что всем надо, 50%, допустим, водителей на пересдачу всех правил. Правила просто не знают. Если вот пересдача, меньше будут нарушать. Виктор, понятно. Спасибо вам вот за такой поворот. Вот, ну, сегодня, видимо, в звонках такой тренд. Вспоминаем, как это было. Но, тем не менее, вот действительно, не штрафовать, а переобучать. Вот такой метод, может быть, более действенный, в обязательном порядке. Прекрасный метод, на самом деле. Я его исключительно поддерживаю. Вообще, у нас очень мало внимания уделяется именно переобучению водителей. И очень много внимания уделяется штрафам, то есть фискальным наказаниям. А действительно, вот тех водителей, про которых мы начали говорить, то есть те, которые нарушают тысячу раз, 500 раз, 800 раз, может быть, не имеет даже и смысла штрафовать больше, чем, допустим, нарушителей по 3, 5, 10 раз за год. Может быть, имеет смысл действительно этих водителей отправлять на пересдачу или переобучение правилам дорожного движения. Ну, потому что если человек нарушает ПДД тысячу раз, то, скорее всего, он их не знает. Но мы же не будем говорить о том, что он умышленно их нарушает. То есть, скорее всего, он просто не знает, заблуждается. И поэтому, наверное, его стоит действительно отправить на переобучение. И это, кстати, если говорить про опыт некоторых других стран, то эта мера очень эффективная. Действительно, если человек много, часто, но не грубо нарушает правила дорожного движения, то, наверное, это индикатор того, что стоит немножечко выдохнуть и сходить в автошколу. Но на этом пути есть несколько, как это сказать, ну, не то что недостатков, препятствий. Первое препятствие – это то, что очень много таких нарушителей – это юридические лица. То есть, неизвестно, кого отправлять на переобучение. Кого? ООО, ИП. Да, понятно. ИП, ладно, ООО отправлять. А во-вторых, очень многие автомобили оформлены на людей, которые никогда не имели водительского удостоверения. И таким образом отправить их на переобучение невозможно. Их можно отправить только на обучение. Но очевидно, что они не сидели за рулем. Но идея хорошая. Да, спасибо вам. У нас с нами на связи был Петр Шкуматов, член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве. Обсуждали злостных нарушителей на дорогах и что с ними сделать. Была идея замораживать права тем водителям, у кого накопилось больше 10 штрафов. Итак, через несколько буквально минут будем обсуждать карманные деньги для детей. Даете ли вы им наличные? В каком количестве? По каким поводам? И нужно ли это делать? Давайте обсудим вместе. Субтитры создавал DimaTorzok